Несколько семей дольщиков уже успели развестись, а дома в Матвеевке так и не сдали. Эти новостройки не похожи на типичные долгострои две трехэтажки. Одна готова заселяться хоть сейчас, но нет. Собственникам квартир просто не разрешают. Вторая недостроена. Почему так разбиралась Наталья Приходько? Многоквартирный дом должны были сдать в 2015 году. Эти люди все никак не отпразднуют новоселье и вынуждены наблюдать за ним со стороны. Вот как сейчас. Он же готов? В чем проблема? Почему вы по эту сторону? Все это время администрация Хабаровского муниципального района находит у него какие-либо нарушения. Изначально были проблемы с оформлением воды, затем канализации, потом пошли вопросы по электричеству. Каждое нарушение устраняет погоду. Два этих дома начали возводить в 2013 году. Застройщик заключил 54 договора долевого участия. В одном доме 48 квартир. Получается, еще 6 семей должны были заселиться в 2015 году. Однако стройка была заморожена. Моя зарплата маленькая. Я в трех работах работаю, чтобы ипотеку покрыть. Я безвылазно нахожусь на работе. Я боюсь, я ни с чем не останусь. У меня почти 2 миллиона затрачено. Пришлось продать малосемейку, чтобы покрыть ипотеку. Потому что проценты-то идут. Там даже есть детская площадка. То есть люди готовы заселиться туда даже сегодня с вещами или без. В чем последнее замечание от администрации Хабаровского района? Почему вас не пускают домой? Должно быть 4 пробы по сезонам. Весна, зима, лето, осень. И вот, собственно говоря, все 3 пробы уже сняты. Так скоро новая осень уже? Вот, ждем вот этой вот новой осени. По нашему запросу мы получили комментарий от администрации Хабаровского района. Цитирую. По плану застройщика, многоквартирный дом в селе Матвеевка будет обеспечиваться водой для хозяйственно-бытовых нужд и питья из водозаборной скважины. Скважину пробурил сам застройщик. Далее он обратился в Роспотребнадзор. Как только он получит заключение о том, что вода не является источником вредных биологических, химических и физических факторов, будем рассматривать вопрос о выдаче разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Когда мы задаем вопрос представителям Хабаровского муниципального района, они нам говорят, вы сперва устраните эти замечания, а потом мы вам найдем еще другие. Мы вынуждены вместе с дольщиками стоять здесь за забором. Предполагалось, что на съемку прибудет сам застройщик и запустит нас на территорию. Давайте сейчас позвоним застройщику. Что он нам скажет, почему не пришел? Алло. Алло, Андрей Валерьевич Кужейкин? Нет. Ну, как и следовало ожидать, часть дольщиков шла по социальной программе, и застройщики были предложены Министерством строительства. Полгода назад дольщиков этого объекта внесли в реестр обманутых дольщиков. Более 50 семей вынуждены жить в съемных квартирах, кто-то даже с детьми, а некоторые семьи за три года распались. Ну, а новую дату сдачи в эксплуатацию хотя бы одного дома даже не назначили. Наталья Приходько, Александр Шумихин. Большой город Лайф.